До Марса мы уже не долетим. Мы можем устраивать только какие-то тестовые подготовительные проекты. В плане психологии один из таких проектов уже был запущен россиянами. На Марс в практическом смысле вполне обоснованно засматривается Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. Россия до Марса уже не дотянется. Это понятно по той ситуации, в которой находится наша космическая отрасль. То есть наша программа, к большому сожалению, свертывается. Что касается Марса в целом, то это очень серьезная, возбуждающая идея, как в свое время Луна возбуждала американцев. Причем не только американцев, их естественно в первую очередь, а все человечество в целом. Как Юрий Гагарин своим полетом возбудил все человечество. Сейчас Марс примерно ту же самую роль играет. Поэтому здесь не важны ни для Китая, ни для Америки расходы. Они учитывают прежде всего вот эту идеологическую, политическую, морально-психологическую составляющую. То есть тот, кто первым вступит ногой на Марс, та страна, она будет контролировать уже не только Землю, а и весь ближний космос. Более серьезной идеи я просто не вижу. Кстати, президент Российской Федерации Владимир Путин с большим интересом смотрит за тем, что происходит в космосе. Как он говорил, он сам любит наблюдать за планетами, за звездами. К большому сожалению, вот у нас есть желание, но уже нет технических возможностей для того, чтобы реализовать наши мечты. Продолжение следует...